Марк Юдалевич, поэт, прозаик, публицист, драматург, заслуженный работник культуры. Перечислять заслуги можно долго. Не зря Марка Иосифовича еще при жизни называли патриархом алтайской литературы. Это одно из последних интервью, которое наша телекомпания успела записать. В 2014 году Юдалевича не стало. Я вообще не люблю этих празднований, когда особенно меня касается. Там начнут говорить, чего и не было наговора. Хвалить начнут. Я чего не заслужил, я же понимаю. После смерти писателя родственники заговорили о том, что его память необходимо увековечить. Они были уверены, что однозначно найдут поддержку со стороны городских властей. Ведь такой человек достоин внимания и после жизни. К сожалению, внучка Юдалевича Юлия, которая живет в Новосибирске, приехать не смогла, а заболела. На долгожданном для семьи событии присутствовала невестка Марка Иосифовича. Юля очень хотела, чтобы эта доска была установлена. И она писала и обращалась в самые высшие станции. Но говорили, что вроде как еще и не время. Четыре года назад идею с памятной табличкой чиновники не поддержали. Тогда сделали другое. Именем Юдалевича назвали одну из барнаульских библиотек. В музее город организовали экспозицию, посвященную писателю. И лишь сегодня, к столетию Юдалевича, на доме, в котором он жил и работал, появилась памятная табличка. Конечно, ее разместить на доме нельзя без согласования и разрешения жителей этого дома, управляющей компании. Затем, когда все согласования сделаны, утвержден эскиз, тогда уже можно устанавливать. Занимался разработкой эскиза барнаульский архитектор Сергей Баженко. Специальная городская комиссия отслеживает, чтобы все мемориальные доски и таблички вписывались в общий архитектурный ансамбль. К слову, на изготовление этой из городской казны денег не брали. Память Юдалевича увековечили на спонсорские средства. Елена Кузовкина, Александр Антропов. Наши новости.